Сразу напомним. Бобруйск включен в программу ускоренного социально-экономического развития, которая диктует свои правила. В ее основе лежит рост реального сектора экономики. А это и расширение внешнеэкономических связей и улучшение инвестиционного климата. Но главный вопрос, который в первую очередь волнует людей, это рост доходов населения. На повышение всех показателей как раз и была направлена деятельность руководства города. За четырехлетний период, в том числе с учетом итогов 2019 года, рост реальных доходов, реальной заработной платы, находится в тех пределах, которые мы определили с вами в программе социально-экономического развития на 2016-2020 годы. Стоит пояснить. Рост заработной платы напрямую зависит от производительности труда. Проще говоря, от экономических успехов предприятий. Вот тут и нужно обратиться к цифрам. Бавруйский промышленный комплекс в основе своей ориентирован на экспорт. А это 50%. За 2019-й было продано продукции на сумму более 415 миллионов долларов. Устойчиво положительным уже на протяжении целого ряда лет является внешнеторговая сальда и товарами, и услугами. Важно, что мы в прошлом году обеспечили дальнейший прирост сальда. То есть мы больше отправляем за рубеж, чем приобретаем по импорту. И по итогам года сальда суммарной торговли услугами составила 183 миллиона долларов США. От доходов переходим к строительству и развитию социальной инфраструктуры. Более 66 тысяч квадратных метров жилья было введено в ушедшем году. Это 15 многоквартирных домов. Не менее важная тема – дороги. В 2020-м упор будет сделан на ремонт покрытия как центральных магистралей, так и дворовых территорий. Более подробную информацию совсем скоро можно будет узнать на сайте горисполкома. Что касаемо социальной сферы, то стоит необходимость строительства дошкольных учреждений. Особо остро встают дела в седьмом и западном микрорайонах. Также развитие получат и киселевичи. Если рассматривать пятый и седьмой микрорайон, где-то порядка 45% детей посещают дошкольные учреждения за пределами микрорайона. Даже если просматривать 1 сентября 2020 года, то из 343 детей, которые подлежат зачислению, пойдут по месту жительства только 160 детей. Поэтому проблема строительства дошкольных учреждений в пятом и седьмом микрорайоне достаточно актуальна. И лучше, чтобы это был не один детский сад, а запланированная структура на протяжении хотя бы последующих двух лет по одному дошкольному учреждению. Подводя итог, стоит отметить – результаты есть. Но если говорить языком цифр, нам есть куда расти. Максим Кембель, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.